Итак, сегодня мы начинаем новый цикл. Мы начинаем с вами учить книгу учителя всего еврейского народа, Рабейну Ашера. И на протяжении семи веков Рабейну Ашер Рош учит еврейскому закону весь еврейский народ. Мы не можем учить Вавилонский Талмуд без Тосфот Рош, без дополнения, объяснения Рабейну Ашера и Писке Аллаха Рош, то есть законы, которые выводятся из Талмуда. И вот перед нами маленькая книга. Маленькая по формату, но великая по своему значению, которую он назвал «Орхот Хаим» – «Пути жизни». В нашем издательстве, издательстве Пардес, эта книга вышла совсем недавно, и мы назвали ее «Путеводитель по еврейской этике». Я хочу рассказать вам немного про Рабейну Ашера. Рабейну Ашер, он родился в Германии, учился у великого тософиста Маорама из Рутенберга. Затем, после гонений, перебрался с семьей в Испанию, где в то время еврейская жизнь была более не менее благополучной. И став раввином столицы королевства Кастилии, города Толедо, он организовал там ешиву, которая привлекла сотню учеников не только из самой Испании, но и со всех уголков Европы. В особенности из Франции, из Прованса и из Германии. И удивление, что там был ученик из далекой России, некий Ашер Барсинай. Но основным предметом изучения в своей ешиве рожь сделал вавилонский талмуд, как это было принято в ешивах Франции и Германии. Но в Испании до его приезда в эту страну талмуд изучали сокращенно, в адаптированном виде. В основном по постановлению Равицка к Эльфаси Рифа. И вот Рожь сделал удивительную вещь. Он задумал кодекс, который называется Пискея Рожь, законодательные решения Рожи. И он задумал еще этот труд в Германии, но осуществил свой замысел в Толедо. Он писал этот свой кодекс на протяжении почти 20 лет на материале уроков, которые он обсуждал в ешиве со своими учениками. При составлении своего кодекса Рожь привел лишь те законы, которые остаются актуальными после разрушения храма в нашем изгнании. Но главное, что законодательным решениям, которые были приведены великими предшественниками Роша, Рифом и Рамбомом, он добавил мнение Раши и многочисленных болей-тософот, тософистов Франции и Германии. А также свои собственные законодательные постановления и выводы. И он объединил ашкенасские и сифарские трактовки многих законов. Эта задача была по силам именно ему, ведь он был выдающимся знатоком и того, и другого направления традиций. Законодательные решения, приведенные в его кодексе, как правило, подкреплены стройной системой доказательств. И подробными указаниями источников. Часто он спорит со своими предшественниками. А когда его упрекали, как он может спорить с Рифом или с Рамбомом, он отвечал. Кто из мудрецов более велик, чем великий Раши? Благословенно в память праведника. Но его прямые потомки, его внуки, Робейну Там и Риазакен, во множестве случаев спорят с ним и опровергают его слова. Я хочу вам сказать, что книга, составленная его сыном, Робейну Яковом, сыном Роша, которая называется Арбатурим, четыре ряда, приводит сотни постановлений Роша, отца. Как правило, это установление и закон в соответствии с его выводом. Так постановил Робейну Яков, которого называют Балатурим. И этот свод, эта книга Арбатурим стала основой, на которой составитель Шулхана Руха, Равьосов Каро, делает свои выводы. И этот Шулхан Арух, который актуален для каждого еврея до сегодняшнего дня, основой его является труд Роша. И так говорит Равьосов Каро, я решил положиться на три столба закона, на которых опирается весь дом Израиля. Нарифа, Равицка Каэльфаси, Рамбама, Рабимуше, Бен Маймона и Роша, Робейну Ашера. И там, где двое из них согласны друг с другом, закон устанавливается по их мнению. Я хочу рассказать вам, что Рош, он был учеником великого мудреца Германии, Маарама из Рутенберга. Одного из последних тософистов. Вы знаете, Талмуд построен так, что сначала с внутренней стороны приводится мнение Равшлому и Цкаки, Раши, который дает простое и ясное объяснение того, о чем говорится в Талмуде. А с внешней стороны это место для Баалей-тософот. И во многих местах Талмуда приводится как простой язык тосфот именно высказывание Маарама из Рутенберга. Так вот, Маарама из Рутенберг, тогда Германия, это было 300 княжеств. Каждый город, это было особенное княжество, во главе которой стоял князек, царек. И вот, когда Маарам из Рутенберга хотел выехать из Германии, его арестовали, один из этих князей, и посадил его в тюрьму, и потребовал огромный выкуп. И Рош, ученик Маарама из Рутенберга, уже начал собирать деньги. Но когда он пришел навстречу в этот замок, где, в тюрьму, где находился его учитель, Маарам из Рутенберга, Маарам из Рутенберга сказал, что он ему запрещает собирать деньги на его выкуп. «Как? Почему?» – спросил Рош. «Потому что, если сейчас мы пойдем у них на поводу, и ты соберешь деньги, и меня выкупят, после этого все эти князки, что они будут делать? Будут арестовывать одного из великих мудрецов, евреев, и требовать выкупа». И есть разные мнения, но около семи лет в тюрьме находился Маарам из Рутенберга и умер в тюрьме, и был похоронен на тюремном кладбище. И только тогда нашелся один богатый еврей, который продал все свое имущество, чтобы выкупить тело Маарама из Рутенберга, и похоронил его на кладбище Вермайзе, в Вормзе, на еврейском кладбище. И то, что я слышал от своего учителя Равыцка Козильбера, эту историю, он рассказал, что в ту же ночь, когда произошло перезахоронение, Маарам из Рутенберга открылся этому еврею. Мне кажется, его звали Александр Дискин. И сказал ему, что у него есть выбор. Он ему очень благодарен за то, что он сделал для него, перезахоронив его. Для него это были большие страдания, что его тело лежит на нееврейском кладбище, среди неевреев. Так вот, он получил право открыться ему и предложил. Я могу сделать так, попросить, что ты и все твои потомки будут баснословно богаты до прихода царя Машех. Либо я могу попросить, чтобы ты оказался возле меня в духовном мире. И этот еврей во сне сказал, я хочу быть возле вас, учитель. И на той же неделе у него открылась какая-то мучительная болезнь. Из страшных мучений в течение трех лет он страдал, а потом был похоронен возле Маорама из Рутенберга. И Равыцкая, когда рассказывал эту историю, он сказал, я бы выбрал второе. Мы спросили у него, как деньги? Быть в духовном мире возле величайшего мудреца еврейского народа, который там, в тюрьме, написал объяснение на самые тяжелые места Мишнает в Седере Таарут. И который пожертвовал собой ради еврейского народа, ради мудрецов еврейского народа. И деньги, и Равыцкая сказал, вы не понимаете. Деньгами можно сделать столько заповедей. Он посвятил свою жизнь тем, что он освобождал агунот женщин, у которых не было развода, и заложил свою квартиру, и что он только не делал, чтобы спасти еврейский народ от мамзеров. Если женщина не получила гет и вышла замуж за другого, обычно так делали женщины, которые приезжали из бывшего Советского Союза, так вот, чтобы не было мамзеров, Равыцкак шел на самопожертвование. Но это отдельный разговор. Итак, эта книга, это энциклопедия Мусара. И с чего же начинается эта книга? Если бы спросили нас, с чего надо начинать книгу про то, как человеку нужно исправлять свои дурные качества. А так как у нас наступил месяц Элюль, месяц особенного близости к Творцу, месяц, когда можно восстановить эту связь с Творцу, созвездие Беттула, девушка, девственница, то есть можно отбросить все наши нарушения, все наши грехи, которые мы делали в течение года, и восстановить эту живую связь с нашим Творцом. Так, с чего бы мы начали? Как начинает это Робейну Ашер? И я хочу вам сказать, что Робейну Ашер жил в XIII веке. Он родился в 1250 году, а умер в 1327. Это конец XIII, начало XIV века. И он писал свою книгу для своих учеников, для людей своего поколения. Я хочу вам сказать, что уже в XVI веке великий мудрец, главный рабин Вены, раб Йомтов Геллер, если вы когда-нибудь открывали Мишну, то с одной стороны это объяснение рабовадьями Бартануру, а с другой стороны это Тосват Йомтов, Йомтов Геллер, ученик морали из Праги. Так вот, что он сделал? Он перевел эту книгу на немецкий идыш, и перед молитвой, он разбил это на семь дней, и перед молитвой отрывки из этой книги читали, чтобы человек до молитвы собрался и подумал, как ему исправить свои дурные качества. Я хочу вам сказать, что Рафсим Казисел Зив, Саба из Кельма, он постановил так в своей Ишиве, это уже конец XIX, начало XX века, и повторяли эту книгу посланник общины с особенным напевом, и за ним повторяли все ученики. И он часто так говорил, Саба из Кельма, если бы наша Ишива была бы основана только для того, чтобы в ней углубленно изучали книгу Орхот Хаим, Пути жизни, то и этого было бы достаточно. И до того, как я начну читать и объяснять эту книгу, я хочу сказать, что нам, ученикам Равыцка Казильбера Зацаль, повезло. Мы видели живую книгу Мусара. Мы видели, ради чего человек изучает Тору, чтобы быть похожим на него. И здесь мы будем приводить какие-то истории, которые иллюстрируют, как великие мудрецы Израиля вели себя в повседневной жизни, как Тора была их жизнью, а не только учением. Так вот, с чего начинает Роша? Как следует поступать человеку, чтобы спастись от мучений после смерти и удостоиться света жизни? Первое, с чего он начинает. Литрахекмина гаава батахлит арихук. Максимально отдалитесь от гордыни. И тут же начинает комментировать эту книгу. Равхайм Каневский составил книгу, в которой он приводит источники из Вавилонского Талмуда, которые использовал Рош для того, чтобы написать эту книгу. И вот то, что он пишет. «Пусть человек будет всегда скромен, как Елель». Вавилонский Талмуд, Шаббат, Тридцатый лист. И вот, приводит Талмуд о году, историю. Один нечестивец заключил пари на очень крупную сумму, поручившись, что он сумеет вывести из себя главу всех мудрецов Израиля, мудреца Елеля. Этот человек явился к дому мудреца перед самым наступлением субботы, когда тот мылся и стал кричать «Кто тут Елель? Кто тут Елель?» Ну, вы все понимаете, что такое обращение было крайним неуважением по отношению к Наси, главе всех мудрецов Израиля. Тем не менее, Елель вышел к нему, закутавшись в большое полотенце. Гость задал ему совершенно вздорный вопрос и, получив ответ, ушел. Но через некоторое время, когда Елель вернулся и начал мыться, представьте себе, намылил голову, опять крик «Кто тут Елель?» «Кто тут Елель?» И это повторилось несколько раз. И на каждый вопрос Елель отвечал ему доброжелательно и серьезно, повторяя «Сынок, ты задал очень важный вопрос. Не стесняйся, задавай все вопросы, которые у тебя накопились». Наконец, этот нечистилиц не сдержался и обрушился с Елелем с упреками в том, что из-за него он потерял много денег, проиграв споре. А Елель не обиделся и сказал, «Сынок, стоит потерять сотни золотых монет ради того, чтобы в конце концов научиться собой владеть». Теперь я хочу вам привести то, что пишет известный мошгеев Ешивы Поневиш Равл Левенштейн в своей книге Оры Хэскель. Рош начинает свою книгу с наставления. Максимально отдалитесь от гордыни, потому что гордыня – это основа и корень всех дурных качеств. А преодолевая гордыню, человеку достаивается всех добрых качеств. А Равмойший Штернбух добавляет, «Есть скромные люди, которые считают себя большими мудрецами, но поскольку гордыня запрещена, они не требуют для себя почета». А есть действительно скромные люди, искренне считающие, что они не заслуживают никакого почета. Это и есть максимальное отдаление от гордыни. Теперь приведем то, что приводит Равхаем из трактата Вавилонского Талмуда «Сота», пятый лист. «Сказал Равхия сын Аши от имени Рава, «В знатоке Торы должна быть хотя бы восьмушка от восьмушки гордыни. Это необходимо, чтобы легкомысленные люди не пренебрегали его словами и принимали его наставления даже вопреки своей воле». Так объясняет Равш. «Сказал Равнахман сын Ицкака, гордыни не должно быть совсем ни много ни мало. Ведь написано так в притчах царя Соломона, 16 глава, пятая строчка, мерзость перед Богом всякий высокомерный». А теперь я хочу привести вам одну историю из жизни недавно ушедшего великого учителя еврейского народа Равшлома, Равьосифа Шалома Элияшева, который прибыл из Белоруссии со своим великим дедушкой, лешимом, величайшим каббалистом, про которого Хофицкайм говорил, «Идите к нему и получите от него благословение, потому что там, в будущем мире, мы не сможем к нему приблизиться». Кто? Хофицкайм. Так вот, этот внук, известная история, что в детстве с ним вместе учился один еврей, потом он на 20-30 лет уехал в Америку, стал бизнесменом, и вот он вернулся и спросил, вот там, в той такой-то ешиве Бэтмидраше сидел вот такой Йосиф Шалом. Вы не знаете, где, что с ним? А, Ильяшев? Идемте. На том же месте, в том же, с тем же стендером, только с другим, может быть, Томом Талмуда. Он сидел и учил ТОР. Так вот, я хочу рассказать, как эти величайшие учителя еврейского народа вели себя с евреями. Рав Йосиф Шалом Ильяшев с юности завел себе правило ложиться спать в половине двенадцатого и вставать в два часа ночи, а затем до рассвета учить Талмуд, а потом идти молиться. Его домочадцы старались оберегать его сон, чтобы в это время его никто не беспокоил. Однажды, около часа ночи, в дверь квартиры раба Ильяшева постучали. Домочадцы проснулись, но дверь решили не открывать. Стук продолжился. Раб Ильяшев сам встал с кровати, омыл руки, оделся и открыл дверь. «Несомненно, речь идет о спасении жизни», спросил он своего ночного посетителя. «Да, да, да, у меня к вам вопрос жизни и смерти», подтвердил тот, входя в кабинет Равина. «Ну, садитесь, пожалуйста, говорите», успокоил его Рав Ильяшев. «У меня вопрос, как назвать сына», сказал ночной гость. «Какое имя вы посоветовали бы мне ему дать?» «Ну, наверное, у него есть споры с женой по поводу имени новорожденного. Это для него, это действительно вопрос жизни и смерти», подумал Рав Ильяшев. И задал встречный вопрос. «Какие у вас варианты?» Обсуждение заняло около получаса. И Рав Ильяшев вынес решение. «Счастливый и довольный отец поблагодарил Равина и Рав Ильяшев проводил его, а затем вернулся в свой кабинет, чтобы начать учебу. Спать он уже не пошел. Но через пятнадцать минут вновь раздался стук в дверь. На пороге стоял все тот же еврей. «Рав, извините, а если жена родит дочку, какое имя вы бы советовали дать ей? Ну, это меня, меняет полностью дело. Необходимо рассмотреть варианты, ответил Рав. Пожалуйста, проходите». И еще добрые полчаса Равин и его гость обсуждали подходящее имя для дочери. А теперь я не могу удержаться и не рассказать вам. Я в течение последних пяти лет приезжал в Киев, там у меня оказалось много друзей и давал уроки. И вот один молодой человек, который когда-то учился в Иерусалиме, в центре Гутника, который открыли для молодых евреев из Советского Союза, это центр Хасидов Хабада, и там студентов приучали не только изучать Тору, исполнять заповедь, но и приближать к Торе других выходцев из стран безверия. И это то, что рассказывал мне выпускник этого центра в Киеве. И вот вечером как-то после занятий один молодой студент, может быть, он учился полгода или год, он увидел недалеко от своего центра, а этот центр находится недалеко от Иерусалимского рынка Махане-Иуда. На остановке автобуса он увидел какого-то пожилого еврея в потертом пиджачке и летней синтетической шляпе. Интуиция подсказала ему, что перед ним выходец из бывшего Советского Союза. «Простите», обратился он к пожилому человеку. «Вы говорите по-русски?» «Да-да», ответил приветливо этот старик. «Очень хорошо. А может быть, у вас есть немного свободного времени для меня?» «Пожалуйста, конечно». «Тогда давайте зайдем вот здесь, недалеко, в одно место, и я поучу с вами недельную главу Туры, Туры, но не просто, а с комментариями выдающегося мудреца Рава Шлома Ицкаки. Вы знаете, кто это? Вы слышали о нем? Да-да, я о нем слышал. Его называют также Раши. Он жил во Франции 800 лет назад. Это вам будет очень интересно. И когда после полутора часового занятия довольный с тобой студент проводил любознательного старичка, к нему подошел руководитель курса и спросил, о чем он так долго беседовал с Равином Ицкаком Зильбером? «Что? Это тот самый Рав Ицкак Зильбер, про которого нам рассказывали, что он знает всего Раши наизусть? А я полтора часа переводил ему на русский язык первый комментарий Раши на недельную главу. И он остался очень довольным. Я скажу вам, я уже 37 лет живу в Израиле. Больше 30 лет я стараюсь учить Тору, и уже много лет я ее преподаю. И в Москве, в Ешеве, Тор-Атхаим, и в Израиле. Я не знаю ни одного раввина нашего поколения, который мог бы выдержать ну, полчаса, даже 20 минут, полтора часа слышать, как этот молодой человек переводит, может быть, не всегда точно, с иврита на русский, то, что Равицкак каждое слово Раши знал наизусть. Как-то один ученик рассказал, что Равицкак, он разрешил, чтобы его проверили на иглу, то есть, втыкали иглу в комментарии Раши и спрашивали, а что написано на такой-то странице, а что написано, и он знал это просто наизусть, выдержать такое. Это то, что написано у Роши, максимально отдалитесь от гордыни. Я не могу удержаться и не процитировать вам то, что происходило в нашей московской Ишиве Торат Хаим. Много выпускников ее находится в Израиле, уже многие стали главами колелей, раввинами городов. Так вот, в одну субботу в московской Ишиве Торат Хаим был почетный гость из Израиля, раввин Ицкак Зимбер. И вот в конце субботней трапезы глава Ишивы Рамой Шалебель решил поручить произнесение Беркат Амазон, благословение после еды одному из учеников, который прибыл из Тбилиси, и сейчас он тоже руководит своей общиной в городе Факим, Ицкак Ильяша. Ильяша. Ну, Ицкак, благословляй. Сказал Роша Ишива, обращаясь к юноше. И вдруг своему изумлению он услышал, как Рав Ицкак Зильбер начал благословлять. И хотя к таким уважаемым людям, как он, обращаются обычно словами «наш учитель», «наш наставник», Рав Ицкак принял это обращение по имени на свой счет. Вы понимаете, это то, что Равмыши Штернбух вначале говорит. Есть люди, которые работают, чтобы быть скромными, а есть действительно скромные люди, которые искренне считают, что не заслуживают никакого почета. максимально отдались от гордыни. Это то, что мы видели у нашего учителя Рава Ицкак. Мы пришли в этот мир, чтобы учиться. И так мы начали изучать книгу учителя всего еврейского народа Роша. Только тот, кто сам идет по путям жизни, он может научить других. И это наш учитель Рабейну Ашер. И это его книга «Пути жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова